Всем привет! К сожалению, по тем или иным причинам, не все попытки записаться на собеседование оказываются удачными. И вот я решил собрать для вас самые интересные записи телефонных переговоров, которые в конечном итоге не привели к собеседованиям. Мне кажется, что эти записи будут интересны как с познавательной точки зрения, так и с развлекательной. На самом деле, таких переговоров нашлось немало, и чтобы не делать видео слишком длинным, я решил разбить его на две части. Первая часть будет тут, а вторая часть на моем втором канале. Он называется «Жизнь жизни анонима». Если вы о нем не знали, не беда, теперь знаете. Туда я тоже выкладываю записи собеседований с достаточно высокой периодичностью. Ссылка будет в описании. В общем, приятного просмотра. Подписывайтесь на оба канала. Если вы еще не подписаны, жмакайте на колокольчики и, конечно же, ставьте лайки. Алло, добрый день. Здравствуйте. На Авито увидел вакансию менеджера по продажам. Подскажите, пожалуйста, вакансии еще актуальны? Ну да, актуальна. Рекламная маркетинговая компания. А подскажите, пожалуйста, у вас там опыт работы есть вообще? Опыт работы, да, пять лет есть в продажах. Ага, я понял. Хорошо. Ну давайте смотрите, я вас запишу на собеседование. Единственное, что смотрите. У нас там до вам сколько лет? 28. 28. У нас там до 25, к сожалению, там, понимаем. А, до 25? Не повезло мне. Ну, может и повезло, я же не знаю. Найдете что-то поинтереснее. А поблажек нет? Не существует? Что-что? Поблажек не существует? Ну, поблажек. Ну, вы можете приехать на собеседование? Я не знаю, просто, насколько руководитель к этому отнесется. Просто я же говорю, что там до 25 лет. Я просто, я очень извиняюсь. А менеджер по продажам, понимаете, просто чем дольше продаешь, тем больше опыта, тем лучше продаешь. Как можно менеджер по продажам до 25 лет? Я просто не совсем улавливаюсь. Я не знаю. Это же не я придумал. Я вам ничего не могу сказать. Как есть, так есть. Понятно. Ну, а как-то записаться, может быть, все-таки можно? Может быть, я совру ему? Может быть, я ему совру, хорошее впечатление произведу, и потом он меня возьмет, несмотря на то, что мне 28. Ну, смотрите, давайте на завтра есть два варианта. Можно на 10.30, либо на 14.00 запишу. 14.00 больше подходит. Какой адрес у вас? Смотрите, знаете, где этот находится? Соловей. Нет. Бар Соловей, не знаете? Первый раз слышу. Горького, 151. Горького, 151? Да, да, да. Ну, вот подъедете, наберете вас там, если там просто сложно. Там либо в офисе, либо в заведении будет собеседование. Не знаю, где руководитель будет в это время. В офисе или в заведении? Ну, да, да. У нас там просто часто собеседование проводят в ресторане. Удобнее. В ресторане. Понятно, хорошо. Тогда позвоните по какому номеру? По этому номеру или по какому? На этот номер наберите, заранее где-то. В 13.30 наберите. Ага. Вот, возьмите, возьмите там резюме с собой, там классический внешний вид. Ага. А вообще, как компания называется, если не секрет? Ньюстайл. Ньюстайл. Там же написано. Нет, тут НСВ, да. НСВ, это Национальная служба взыскания. А, понятно. Я не знаю. Понятно. По разному агуратуру. НСВ, Ньюстайл Вижн. Ну, то есть, и можно потом посмотреть. Хорошо. Спасибо большое. Все. До завтра. До свидания. Алло. Алло, добрый день. Здрасте. Я на сайте Авито увидел вакансию дезинсектор. Подскажите, пожалуйста, вакансия еще актуальна? Так, актуальна. У вас опыт есть, автомобиль есть? Автомобиль есть, опыта дезинсектора нету, но у вас и как бы не написано, что он обязательно. У вас написано «Приветствуется». Я поэтому подумал, что, возможно, я в этой сфере могу быть успешным. Все верно. Приветствуется. Мы можем, в принципе, обучить. С опытом это не проблема. Важно другое. Важно, чтобы вы понимали, что это такое. То есть, это в защитном костюме, это ездим по клиентам, это работа разъездного характера, и это работа с вредными ядохимикатами, скажем так. Ну, то есть, с препаратами, которые не очень благотворно влияют на ваш организм. Я же буду в защитной оболочке, так сказать. Да, это понятно. Ну, естественно, что в защитной оболочке и так далее, но я имею в виду, что эта работа не из простых. То есть, если есть сомнения по поводу того, что это за работа, мы можем, в принципе, с вами встретиться, пообщаться. Я вас могу послать с нашим мастером одним, чтобы вы посмотрели вообще, как это, что это. Если вам это подходит, то, соответственно, разговариваем дальше. Если вам это не подходит, то, ну, как бы, тогда не подходит. Ну, понятно. Нет, мне было бы очень интересно подъехать к вам на собеседование, поговорить побольше об этой вакансии, потому что мне кажется, что она мне вполне подходит, и я смог бы быть хорошим работником. Потому что я работал в продажах, а сейчас в последнее время хочется работать руками. Мне кажется, это более перспективно, чем продажи. Поэтому вот хочется заняться чем-то таким более материальным, чем-то более таким продуктивным. Голос у вас знакомый очень. Откуда? Вы нам не звонили никогда? Вряд ли. Не звонили. Ну, я вас понял. Ну, давайте я подумаю еще по поводу этого всего, и вам перезвоню в ближайшую неделю. Хорошо? Насчет того. Сейчас пока, как бы, мастера есть, но мы еще ищем одного человека. Вот. Если никто с опытом не позвонит, тогда я, собственно, вам позвонюсь. Давайте так сделаем. Ну, давайте, честно говоря, думал. Ну, хорошо. Ладно. Давайте. Буду ждать. Все. Спасибо. Чего-чего. До свидания. А, я увидел на сайте Авито вакансию помощник блогера. Подскажите, пожалуйста, вакансия еще актуальна? Ну, да, я приобретение. Там, кстати, актуальна. Ну, мало ли, может быть, и сегодня уже кого-то взяли, поэтому я переспрашиваю. Удалила уже, нет, я бы уже удалила. Понятно, отлично. Просто я посмотрел на обязанности. В принципе, я абсолютно со всем, что здесь перечислено, знаком и владею. Поэтому подумал, может быть, я бы смог бы стать вашим помощником. Но дело в том, что там было в объявлении условия. Да, мне показалось оно унизительным. Это не унизительность? Да, да, да. Это... Нет, нет, я его увидел, честно слово. Просто мне показалось оно немножко унизительным. Ну, у нас работа связана с соцсетями, с постоянным общением в ватсапе, в инстаграме. Поэтому если для вас это унизительность... Нет, нет, дело не в том, что нужно это через ватсап отправить, а дело в том, что почему в команду стоит взять именно тебя. Просто мне показалось, что мы... Ну, у нас есть условия. Не, я понял, я могу вам выслать. Просто подскажите, пожалуйста, для начала, хоть сколько у вас подписчиков? Около 60 тысяч. 60 тысяч? Около 60 тысяч. 60 тысяч. Это в ютюбе или в инстаграме, или в вконтакте? В инстаграм. В инстаграм. А планируете вы куда вообще, куда свой контент размещать? В инстаграм больше, в ютюб? Ну, очень много. У нас много соцсетей будет задействовано, мы сейчас развиваемся и расширяемся. Понятно. То есть, первый месяц 10 тысяч рублей, правильно понимаю? Первый, да. Далее будем смотреть. Плюс у нас еще, возможно, кураторство в дальнейшем. Но это в зависимости от того, насколько вы все схватите, как быстро валюете в команду. Потому что нам нужен очень легко обучаемый человек, то есть, это понимающий, который не противоречит, который не возмущается, почему так, почему это. Понятно. Если не секрет, как канал называется, или как ваш блог называется? А я все-все, не могу говорить, я захожу в кабинет, меня вызывают. Поэтому давайте мы с вами продолжим общение в WhatsApp, хорошо? Ну, то есть, название вы не можете сказать? Все, я с вами прощаюсь, нет, может, пора. Название можете сказать? Алло, здравствуйте. Добрый. Я на сайте Авито увидел вакансию менеджера по продажам. Подскажите, пожалуйста, вакансия еще актуальна? Да, актуальна. Можете завтра в офис подъехать с утра на собеседование, пообщаться с руководителем? Да, с удовольствием. Только скажите, как компания называется? Вы работали? Все там указано. Офис, занимаемся ремонтами квартир. А, ремонтами квартир. Нет, здесь не указано ваше название, поэтому я и спросил. У вас уже опыт работы есть в этой сфере? В продажах? Да, более пяти лет. А где именно работали? В компании АВАНТ и в компании Строй Плюс. А чем эти организации занимались? Продажами. Одна занималась Строй Плюс, это вот после института я занимался продажами новостроек, а АВАНТ – это продажи канцелярских принадлежностей. А сколько вам лет? Двадцать семь. Хотите зарабатывать? Ну, конечно, хочу, поэтому и звоню. Поэтому, ну, я понимаю, поэтому подъезжайте. Могу уточнить, если сейчас руководитель сегодня в офисе, можно и сегодня, только если я вам перезвоню. Сегодня не получится, к сожалению. Сегодня не можете. Давайте на завтра, на ООН. Да, если можно, завтра, допустим, там, в четырнадцать часов. К двум часам? Ну, да. Сейчас запишу я. Так, вас как зовут? Александр. Александр, да? Да. Документы с тобой возьмите. Это дом быта, город хорошо, знаете, Буденновский, Текучево. Ну, да, достаточно хорошо. Вот. В автра подъедете, пятый этаж, 132 офис. Да, так как компания называется-то? Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Я на сайте Headhunter увидел вакансию специалист информационно-экологического отдела. Подскажите, пожалуйста, вакансия еще актуальна? Да, мы уже взяли человека. Ну, пока на испытательном сроке. Понятно. То есть вакансия не актуальна? Ну, уже да, не актуальна. Ну, так вы ее снимите. Ну. Надежд не давайте. Вы, если что, можете отправить нам свою анкету там или что-нибудь на почту электронную. Ага. Хорошо. Потому что у нас уже как бы не первый человек, который приходит и не справляется, уходит. А, не справляется даже так? Да. Понятно. Хорошо. Так и сделаю. Спасибо большое. Здравствуйте. До свидания. Да. Алло, добрый день. Добрый день. А, я на сайте Авито увидел вакансию сотрудник на производство. Подскажите, пожалуйста, вакансия еще актуальна? Ну, мы только женщины ищем, это венки делать. А, только женщины. Ну, да, это женская работа, совсем не мужская. Понял вас. Извините. Мужская, так скажем. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Акафарм, добрый день. Добрый день. Я на сайте Авито увидел вакансию оператора закаточного оборудования. Подскажите, пожалуйста, вакансия еще актуальна? Для девушки. Для девушки? Да, да, да. А, тут просто вы не написали, что для девушки. Вы лучше указываете в следующий раз. Что-что? Писать нельзя. Почему? Потому что, по закону. А, писать нельзя, а брать мужчин тоже нельзя. Понятно. Да, потому что нам требуется девушка. Спасибо. До свидания. Да, добрый день, Ольга. Добрый день. Я на сайте Авито увидел вакансию специалист по взысканию задолженности. Подскажите, пожалуйста, вакансия еще актуальна? Да, да, актуальна. Скажите, как нам к вам обращаться по имени? Александр. Александр, очень приятно. Меня зовут Ольга. Давайте расскажу более подробно вам о нашей компании, о вакансии, какие предлагаем условия. Скажите, пожалуйста, территориально мы находимся на западном районе ГБЗД. Удобно было бы добираться? Да, удобно. Давайте расскажу более подробно. Я представляю группу компании «Финдридж». Это международный финансово-технический проект. Мы работаем в сегменте микрофинансирования как в России, так и за рубежом с 2011 года. На данный момент у нас происходит расширение. В нашем крупном российском проекте, который работает под брендом «Деньги сразу», нам требуются специалисты по взысканию задолженности. Это работа в офисе, на телефоне необходимо будет совершать исходящие звонки по базе наших клиентов, которые уже нарушили свои обязательства, и мотивировать их на возврат просроченной задолженности. Мы работаем только с портелем наших клиентов, какие-то сторонние организации не обрабатываем. А что предлагаем от себя на данной позиции? Это официальное трудоустройство, график работы в зависимости от отдела, либо 3-1, либо 6-9. Если это 3-1, первые два дня с 8 до 20, 3-й день с 9 до 19, 4-й выходной. Если это 6-1, то с поневельника по пятницу с 9 до 19, и субботу рабочий день с 9 до 14. По заработке предлагаем от 45 тысяч рублей на руки, из них оклад это 23 тысячи на руки плюс премия. Сколько оклад, извините? Извините, оклад сколько? 23. 23, да. Премия зависит от результата работы и складывается из размера собранной просроченной задолженности, как результат ваших звонков. Понятно. Для понимания, перед каждым сотрудником социального изыскания есть минимальный план, выполнив который, получается совокупный доход в районе 40 тысяч. При этом, из действующих сотрудников, кратко 80% ежемесячно зарабатывают премию, и лучший из них зарабатывает премию в размере 90 тысяч, где-то 80-90 тысяч рублей на руки. Плюс оклад. Понятно. Единственное, доходы у нас есть нюанс, доход не полностью социальный. Это имеет для вас значение? Нет, не имеет. Александр, если интересно, готовы попробовать себя на данной позиции, давайте расскажу вам о нашем дальнейшем взаимодействии и как оно будет происходить. Давайте. Вам необходимо будет изначально запомнить анкету для проверки службы безопасности. Это абсолютно стандартная процедура в нашей компании, так как работаем в банковской деятельности. Я отправлю вам ссылку, она интерактивная, на любом устройстве действий интернет, пожалуйста, заполняйте. Что там нужно будет запомнить? Образование, специализация, последние звания работы, среди близких родственников и паспортные данные. Среди близких родственников обязательно заполняйте все, кто в офисе, там мать и деть, родные, брат и сестра, все, кто угодите, старше 13 лет. Все, кто есть, обязательно заполняйте. А вы заполняете автоматический анкета, ко мне приходят на почту, я отправляю на проверку. Как только получаю результат, вам его сообщаю, в случае, если все в порядке, отправляю ваше резюме руководителю, приглашаю вас на собеседование. Также у нас предусмотрена стажировка до двух неполных дней. Мы что-то посмотрели, попробовали, насколько это ваше. По итогу стажировки понимаете, что справитесь, руководитель придерживается такого же мнения, связываясь с вами по документам, приглашаем в центральный офис на оформление. Я прошу прощения, а стажировка оплачиваемая? Нет, она не будет там буквально до 3 часа, кому-то похватает там одного дня, ну то есть не то, что не так, чтобы вы пришли, везде не отработали. Понятно. Подскажите, пожалуйста. Ну как бы больше для вас, да. То есть получается, что у вас сначала проверка службы безопасности, а потом собеседование? Да, да, да. Понятно, понятно. Хорошо. Ну у нас такие правила для абсолютно всех кандидатов на любую очередь. Это немного странно, но интересно. Александр, скажите, пожалуйста, как поступать? Отправляю вам ссылку на заполнение анкеты? Да, отправляйте. Вы медитательно подскажите фамилию, чтобы я понимала, что анкета от вас. Еще раз? Сейчас отправлю вам ссылку в виде смс на этот телефон, и тогда жду от вас заполненную анкету. Но если не заполнен, к сожалению, не сможем вас рассмотреть. Понимаю, понимаю. Ага. Все, спасибо. Сейчас отправлю ссылку, что он теперь заполнен до конца дня. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Алло. Алло, добрый день. Добрый. А, я на сайте Авито увидел вакансию мусорщик. Подскажите, пожалуйста, вакансия еще актуальна? Да, актуальна. Вы посадили, в какой день вы проживаете? Я вас не расслышал. Можно еще раз, пожалуйста? Я говорю, территориально, где вы проживаете? Северный. Я понимаю, что это все места. Волково. А, мы рядом. Так, хорошо. Но, смотрите, я сейчас на море нахожусь. 20-го числа вечером, где-то уже после 6-ти часов, я уже приеду, это однозначно. Поговорите мне. Договоримся, встретимся. А у вас работа есть другая? Да нет, другой нет. Я как раз хотел спросить, может быть, можно такую же работу где-то в другом доме найти, как вы думаете? Нет, ну я другими домами не занимаюсь, меня только мой интересует. А, нет, нет. Там была вакансия и дворника была, и в соседнем доме там было, поэтому, ну все уже набрали, поэтому у нас осталось только вот это. Понял, понял. Это, во-первых, это 3 раза в неделю с утра, ну может машина задержаться, если то будет там не часа, больше времени уйдет. И если вдруг замусорится мусоропровод, то у нас там инструменты есть, надо будет тоже это все, ну пробить, как бы, своя до прелести. Понятно. Резко, резко, но бывает. Подскажите, пожалуйста, а вы как-то оформляете, нет? У нас все официально, конечно. Все? Можем официально, можем неофициально, можем, допустим, на нашу область оформить, зарплату вам выдавать. Ну, если это удобно будет. Потому что у нас мы провести эту должность должны только официально. Угу, понятно, это отлично. Это отлично. Но можно с чем-то еще совмещать, да? А вас устроит, конечно, да, у вас устроит официальное оформление или необязательно? Да, у меня вполне официально устроит, хотя хотелось бы жить по закону, знаете, как. Ладно, хорошо. Сколько вам лет? 27. 27? Угу. А почему у вас нет работы сейчас? Да, вот примерно так же раз на рабочем работала, и как-то так получилось, что не заплатили. И пришлось с тем работодателем расстаться. Скажем, бывает. Ладно, хорошо, давайте 20-го числа. Подскажите, пожалуйста, это 5000 рублей, это не в неделю, это в месяц, да? Какую неделю? Естественно, это в месяц. В месяц. Все, понял. За что, 5000 за три раза выказки, что ли? Нет, 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 ну, на всякий случай спрашивай. Это, да, нет, 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 5000 в месяц, это наручили, потому что так у нас 6,075. Понял. И последний вопрос, подскажите, пожалуйста, какие-то премии существуют какие-то или как? Или нет, у вас такого нет? А то что? А, нет, я просто спрашиваю. Нет, 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 у нас существует дополнительная работа, например, там, покрасить лавочки, там. Разнорабочим, да? Ну, да, разное такое, что-то отремонтировать, там, ну, такое вот мелкое. Отлично. Резко, ну, тоже бывает. Отлично. Хорошо, я перезвоню. Спасибо. До свидания. Да, хорошо, до свидания. Да. Алло. Алло, добрый день. Здрасте. Я на сайте Авито увидел вакансию менеджера по продажам. Подскажите, пожалуйста, вакансия еще актуальна? Вакансия актуальна, но нам девочка нужна. Девочка нужна. А почему? Если не секрет. Ну, вот девушка сейчас еще на вакансию менеджера по продажам. А. Рецепшн. А. Рецепшн проводится, поэтому... Понятно. Как показала практика, парням на ресепшн не нравится работать. Ясненько. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Да, до свидания. Алло. Алло, добрый день. Добрый. А, я на сайте Авито увидел вакансию менеджера отдела закупок сельхозпродукции. Подскажите, пожалуйста, вакансия еще актуальна? А. Скорее всего, да. Одна еще есть. Подскажите, а как так вам можно зайти на собеседование? Ну, да. Ну, в двух словах расскажите, а тебе. О себе? Ну, меня зовут Александр. Шесть лет работал в продажах, в принципе, и сейчас работаю. Но компания, в которой я работаю, она сейчас, ну, на грани закрытия, так сказать. Я, соответственно... А в продажах чего, Александр? В продажах бытовой техники, канцелярских принадлежностей и новостроек. Ну, вы же понимаете, что это абсолютно разные вещи. Это довольно специфичный элемент. Абсолютно понимаю. Я просто прочитал ваши требования. Это готовность к командировкам и авто. У меня это есть. Что такое примерно сельхозпродукция, я себе представляю. И что такое поиск и закупка культуры, я тоже себе примерно представляю. Потому что мой друг этим занимался, мне примерно рассказывал. И, ну, мне кажется, что, в принципе, изучить вашу сферу и быть в ней продуктивным и успешным, не так-то и сложно, в принципе. Ну, это вам так кажется. Ну, возможно. Я просто увидел требования, как бы, ничего... Ну, я понимаю, но тут просто реально, ну, вот сейчас, вы понимаете, в том момент по себе у нас же ничего хорошего в стране не происходит. Привыска Эдрина, как бы, такой, он очень специфичный. И там, ну, быстро, там слишком много толпостей, слишком много нюансов. Переучиваться, там, это какое-то время нужно. Ну, вам... Заниматься вашим обучением, честно говоря, тоже время или нет. Ну, то есть, вам нужен человек, получается, с каким-то биологическим бэкграундом или как? Да нет, ну, просто... Все бы там работали в этой сфере, именно в патерсовом продукте. Потому что, ну, это правда, это не очень предоставляет. Ну, да, если... И да, все резюмы находятся. Давайте мы посмотрим, что... У нас эти один-два дня такие напряженные, а там посмотрим, может, пригласим вас тогда на саписи, да. Ага. Хорошо. А какую почту? А? На какую? Агротрейддон собака Яндекс.ру Ага. Там должна быть указана почта. Где-где указана? Ну, объявление разве не указано? Нет, ваша почта не указана. Агротрейддон на английском слитно, собака Яндекс.ру Хорошо. Хорошо. Спасибо. Пришлю. На сайте, может, посмотреть, там есть ваша почта. Пришлю. Хорошо. Спасибо. До свидания. Пока. Продолжение следует...